Наша Гафтарак в недельной главе «Ваишлаг» из книги пророка Гошея, как он у нас встречался и в прошлой Гафтаре, и до этого. Есть ссылки, посмотрите в архиве. Первый раз, когда он встречается, о нем больше сказано, но так или иначе, поскольку мы уже говорили, и все, я здесь не буду на этом останавливаться. А глава наша внутри книги Гошея – это одиннадцатая глава, седьмая фраза, и мы закончим на двенадцатой главе, мы переходим из одиннадцатой в двенадцатую на двенадцатой фразе. Сразу нужно сказать, что в некоторых общинах буду читать еще две фразы, но они находятся в прошлой Гафтаре, так что я не буду их разбирать. Кроме того, в некоторых эти фразы не читаются. И еще я повторю в очередной раз, что мы идем в этом цикле Гафтарот по принципу и по традициям в Ашкенадских общинах. Затем, с помощью Всевышнего, мы дадим дополнительный цикл, в котором будут разобраны те Гафтарот, которые не совпадают между ашкенадскими и сифардскими евреями, так что и те, кто относится к сифардскими евреям, тоже смогут услышать разъяснение Гафтары, которое будет читаться у них в синагоге. И попутно отметим, что мы будем стараться и давать Гафтарот и к отдельным дням, не субботние, как-то к Хануке, когда уже мы закончим наш цикл праздником, крош-ходыш и так далее. А сейчас переходим к нашим. Да, еще, пожалуй, я отмечу, что в некоторых общинах, в которых молятся ашкенадские евреи, но правила у них такие смешанные. Бывает, что там некоторые Гафтарот совпадают с сифардскими. Или вообще даже иногда бывает чуть-чуть изменения. Всего не охватишь. Мы идем по центральной линии ашкенадских евреев, потом дадим все, что по центральной линии, так сказать, идет, по средней линии, по наиболее принятой линии сифардских евреев. И таким образом у нас будет все это цельный комплект такой, который позволит каждому понять немного, хотя мы приоткрываем чуть-чуть только, сколько можем за короткое время, в содержании Гафтары. Это часть нашей субботней молитвы или праздничной молитвы, которая не получает достаточного освящения. Я рад, что мы это можем делать здесь. И все наши слушатели, и зрители, и как их угодно можно назвать, и посетители сайта, имеют возможность прослушать, увидеть, понять. Материал уникальный. В общем-то, на самом деле. Приступаю к нашей авторе. Начинается первая фраза. Это 11 глава, 7 фраза. Из книги Гошея, которая входит в общую книгу Треасар. 12 малых пророков. Мы начинаем. Гошея обращается к еврейскому народу. И иногда разделяет на северное государство. И называет это Эфраем или Исраэль. И на южное. Может назвать это Иуда. Потому что официальные названия в те времена были Иуда и Исраэль. Исраэль северное, Иуда южное. Но иногда бывает, говорит Эфраем. Потому что если Иуда названа по главному колену в южном государстве, то тогда северное называется по главному колену, наиболее многочисленному. И там много сущностных вещей. Опять же, нет времени говорить об этом у нас, в нашем цикле. И называется Эфраем. Вот такое примерно предваряющее замечание. Напомню, что он жил до уничтожения северного государства. Оно было уничтожено за 130 с чем-то лет до Южного. То есть Южное это называется уже начало, официальное начало изгнания Галута. Потому что был уничтожен Иерусалим и храм разрушен. А северное это была большая катастрофа, беда, трагедия. Но еще не полный Галут. Я начинаю читать. Вами тлуим тлемешу вати. Народ мой, это как бы слова Всевышнего, через пророка. Народ мой завис, выбирая вернуться ему к Творцу или нет. Вот такой выбор есть. Если кто-то пожмет плечами и скажет, что это за выбор. Конечно вернуться. Он должен посмотреть любой человек в зеркало на себя и подумать. А я, в какой степени я вернулся? На 90% прекрасно. Или только на 30% неплохо. Или вообще еще пока размышляю. Так или иначе, здесь имеется в виду полное возвращение. И к полному возвращению относятся к словам народ завис. Просто так, завис не туда и не сюда. И если его призовут пророки, имеется в виду, призовут вверх. Элаль это вверх. Подняться вверх. То вместе тоже народ не поднимется вверх. Каждый будет сам по себе думать, кто на 90%, кто на 20%. Я хочу также здесь некое вводное замечание еще сделать по отношению к нашей авторе. Она сложная. Великие наши учителя неоднозначно вскрывали грани истины, очень разные. Я иду по какому-то такому среднему, средненному пути. И поэтому, если кто-то читает переводы на любой язык, русский или английский, то это не всегда совпадает с тем, что я говорю. Нужно учесть, что есть разные грани истины. И я стараюсь выбрать по некой такой нашей линии, как мне кажется, наиболее подходящей. Но переводы неоднозначны, текст неоднозначный. Некоторые фразы в этой авторе, например, и в других тоже. В книгах Танаха в целом. До конца еще не поняты, до сегодняшнего дня. И продолжаем восьмую фразу. Говорит Всевышний. Как мне, в связи с тем, что вы зависли, не двигаетесь никуда, не приходите ко мне. Как мне теперь защитить тебя, Ифраим? Вот Ифраим здесь появился. Как мне защитить тебя, Исраэль? Как я могу отнестись к тебе с точки зрения безопасности и всего, как к какой-нибудь там другой стране? То есть приводится некое общее такое указание на некую общую страну с возможным даже намеком на страну Эдом. Страну Эйсава, брата Якова, который, не смотря на то, что был против Якова и против Всевышнего, все-таки имеет свою землю, свои территории. Мы, в сегодняшнем дне, это мы, это Израиль, весь остальной мир, это как Эдом в этом контексте. И у всех есть все, а Израиль висит на волоске. И не входя никогда в политику, все-таки обращая внимание всех слушателей, обратите внимание, о ком и о чем говорят организации объединенных наций. Посмотрите на эти слова объединенные нации, кого судят, почему обсуждают, почему только одна страна в центре внимания. Совершенно непропорционально отношение 10 к 1, 100 к 1, если не больше, по отношению к резолюциям, обсуждениям, часам работы, энергии, которой все тратится. Все только Израиль. В принципе, так и должно быть, отметим, что это неприятно, но мы должны найти причину этого, и причина этого в том, что мы не хотим подняться вверх. Так как нас призывают наши учителя, наши книги, как призывает нас Всевышний, мы не хотим, как здесь сказано, подняться вверх. Результат, что мы не можем быть как бы в такой безопасности, в которой находятся все другие народы. И говорится здесь, что Всевышний хочет, его сердце, образное выражение, сердце его хочет нам помочь, но он не может, потому что мы же не идем к нему, и если кто-то не идет к тому, кто хочет тебе помочь, то не всегда просто тому, кто хочет помогать, прийти к тебе. Так понимается общее значение этой фразы. Перейдем к девятой. Тоже непростая фраза, особенно в конце, но мы так переведем ее. Я не хочу включить принцип разрушения наказания. Я не хочу наказать тебе больше Эфраин, опять же это северное государство, чем я наказал. Напомню, что наказание уже было, уже до этого, когда говорил Гошея, уже два колена, большая часть их, по крайней мере, попало в плен. Уже были катастрофы, а Всевышний говорит, что я ничего не могу сделать, я хочу помогать. И я не буду больше наказывать, но он как бы намекает, что на тот момент, когда говорил Пророк, надо повернуться к нему больше. И он говорит, что вы признаете же меня среди себя. То есть евреи остаются евреями, но почему-то не делают вывода из этого. Это горькие слова, и они относятся ко всем временам поколения. Напомню, что Пророк, помимо того, что он всегда говорит с народом, с которым он говорит, в то время, и в тот год, и в тот час, но при этом он с неба считывает то, что на небе записано и может быть реализовано, когда угодно. Он не знает, Пророк, когда это будет, но он определяет положение в духовных мирах. Дальше читаем десятую фразу. Извините, Ахарей. Ахарей Ашем Елху Керье Ишак. Кегу Ишак Вихреду Ваним Миям. Такая фраза интересная. Когда вслед со Всевышним вы пойдете, то тогда вы услышите «рык льва». Это в книгах пророков и в наших учителях, в Талмуде, в книге Зор, в других книгах говорится «рык льва» означает потрясение, изменение ситуации в небесных сферах. И что будут? И задрожат от смысла пробуждения совестливости, пробуждения истины. Задрожат сын сыны, сыны это сыны еврейского народа, сыны даже, если они живут далеко, за морем, как говорится. Заморский, даже еврей заброшен на заморские расстояния, обратите внимание, сегодня это актуально. Он тоже задрожит, потому что его сердце затрепещет от осознания истины. Продолжает одиннадцатая фраза. Задрожат они, как птицы из Египта, задрожат они, как голуби, которые живут в Осирии, в Вавилоне. То есть, как бы, вот вам юг, вот север, отовсюду вот этот трепет, как крыльями трепещет птица. Точно так же сердце человека, оно может трепетать, иногда бывает от дурного страха, животного страха, а иногда оно может трепетать от предвкушения света, предвкушения истины, предвкушения добра. И тогда, говорится, вернуя их в свои дома. Это предсказание о возвращении в Израиль. Мы переходим к двенадцатой главе здесь. Севавуни бекаха шефраим бамирма бет Исраэль в Иуда од рад имэль в им к душим неэман. Так сказать, описание ситуации здесь, в этой двенадцатой главе. Начинается. Окружили меня, Всевышний говорит. Как можно Всевышнего окружить? Очень просто. Есть мизбех, есть жертвы, никуда приносили, корбонот, приношения. Вокруг стоял еврейский народ. Образно в середине это шхина, ощущение присутствия Всевышнего. И вот она была окружена людьми. Кто эти люди? Тут говорится, это речь идет о Эфраиме, доме Израиля, то есть о северном государстве. Чем они окружили? Ко мне пришли с чем? С отрицанием моих законов, с отрицанием моей традиции. Что-то соблюдают, как видите, жертвенник был. Что-то соблюдают. Но не там. Нельзя было делать этот жертвенник в северном государстве. То есть сам факт, то что окружили этот жертвенник, это отрицание меня, говорит Всевышний. А Иуда, то есть южное государство, от, все еще, рад им Эль, рад это значит правит, обустраивает свою жизнь, реализует еврейский образ жизни вместе со Всевышним, как говорится. И говорится уже предсказательно, смотрите, вот, все еще, уж потом и этого не будет тоже. Но все еще так, и во им кедушим Нейман, и верен, Иуда, южное государство, и верен этот народ там учителям. Нейман, Нейманим это учителя тоже. Эфраим, он стремится к ветру, к пустому, к несерьезному, обратите внимание, актуально слов, приходящему, и бежит вслед за пустынными ветрами, которые несут только пыль. И в течение дня только увеличивается ложь от этого. Уврит им Ашур и Хроту, и дальше начинает искать спасение. Смотри, наш народ маленький, поэтому если нету помощи небес, то что делать? Начинают союзы с другими государствами. С Ашур, например, это колоссальный мир, на то время мировая империя. Ассирия, то что мы учили в школе. Союзы с Ассирией хотят сделать. Вешемен, Неймит, Сраем, Юван. А оливковое масло, которое очень высокого качества на земле Израиля, поставляет Египту, чтобы умаслить, если так можно здесь игру слов сделать, взятку дать Египту. То есть вот другое государство великое, другая империя. Одной империи мы союз не делаем, другой мы взятки даем. Но наверх мы не смотрим. Вот такая вот печальная ситуация, которую описывает пророк Ашея на то время. И сразу говорит, кстати, что Иуда, Южное государство, которое до сих пор вроде бы ведет себя хорошо, но на небе Ашея уже видит следующее. И мы читаем в третьей фразе. Верив на Ашем им Игуда. И Всевышний с Иуда тоже начинает спор, потому что я уже говорил чуть раньше, что когда Иуда идет вместе с учителями и еврейскую жизнь реализует у себя, Иерусалим был и храм, то это не было на те 100%, которые надо, или 90% даже. Это была моя оценка на то время, от 20 до 70% были колебания. Я говорю не про пророка Ашея, а в целом были колебания 20% вместе со Всевышним до 70%. Ну вот примерно так, хотя были отдельные пики и очень кратковременные. Это доходило почти до 100%. Я в целом взял историю Южного государства сейчас, которая продолжалась примерно, поскольку храм стоял 410 лет весь, то Южное государство, соответственно, было примерно 350-370 лет. И были 2-3 пика таких, высоких очень, очень хороших. Но они были кратковременные относительно этого. Теперь мы возьмем седьмую фразу. Я пропускаю тут. Вата белокеха ташув. А ты, еврейский народ, возвращаешься. Ташув тут даже не повеление, а предсказание, если так можно сказать. То есть Всевышний видит, что будет. Пророк, соответственно, это чувствует. Сказать о Всевышнем, что он видит, тоже неправильно. Я оговорился, потому что он как бы находится одновременно и в настоящем, и в будущем времени, и в прошедшем. Ему время неприменимо. Но нашими человеческими словами это называется, что он знает, что будет. И говорит, что еврейский народ вернется к нему. Только следи, чтобы все это было по принципу добра и по принципу закона. Только очень нужно беречь это. И дальше ключевые слова. И всегда, всегда стремись, полагайся. Совместное выражение стремиться и полагаться. Отдельно полагаться это как бы некая лень, ничего не делать. Стремиться это значит потеря ориентиров, только ты стремишься, не знаешь что и как. А тут вместе. И это на иврите через корень кава, кув, вав, гей, от которого слово тиква образуется, надежда. И кавэ это повелительный глагол. И слово кав это линия. То есть выстраивай, а ведь тут я раскрываю смысл всех этих слов. Выстраивай линию. Линия твоя должна быть тамит, всегда только к Всевышнему. Только по отношению к Нему. Дальше, говорит, очень тяжелые слова, следующие после этого. На сегодняшний день, как говорится, что мы превратились в канаанцев. То есть условно превратились в канаанцев, которые не евреи, которые жители этой страны, которые остались здесь, не приняли законы для не евреев, живут вообще с идолами, с рукотворными религиями. И ты, еврейский народ, превращайся в них. Прямо говорится. Канаан, бея, домо, знэ, мирма. А кто они такие? Это лгуны, грабители, бандиты. И ты вот такой, как они хочешь быть. Воемер Ефраем. А Ефраем отвечает пророку и любому человеку, который так ему скажет. Ах, Ашарты, однако я живу хорошо. В то время Ефраем еще не был разрушен. Создал эти союзы с двумя мировыми империями, которые между собой спорили и воевали, а мы посередине нейтралитет, процветаем. И он говорит, однако я процветаю. Нашел я силы в себе. Никто... Прочтем фразу. Воемер Ефраем. Ах, Ашарты, мацати, аон ли, кол егиай, ло им циули, авон ашерхет. Никто, кто хочет меня преследовать, мои враги ничего не могут сделать со мной. Вот это пустозвонное хвастовство, оно очень опасно. Никто мне ничего не может сделать. У меня есть сила, у меня есть возможности, у меня есть все. Это очень тяжелые слова. А Всевышний на это отвечает. Ванухи, а я? Ты говоришь, сила, ты похваляешься, а я? Хаше вилу кеха. Я тот, кто сотворил мир, я тот, кто правит твоей судьбой. Мерец Митраем, со времен Египта еще. От ошивка беугалим кимей муэн. И ты еще будешь находиться в шатрах, когда шатры, упомянутые в Танах, это часто дома учения, дома Торы. Ты еще будешь заниматься Торой. Ты еще будешь со мной вместе. Все это будет. Что ты похваляешься и полагаешься на материалистическую силу, на армию, на возможности, на связи, как сегодня говорят. Зачем это все нужно? Ты еще будешь сидеть в домах учения. Ты еще будешь вместе со мной по-настоящему. Одиннадцатая фраза. Ведибарте алнавиим, ванухи хазон гербети. И я говорю с пророками. Я сообщаю им видение. Знаете, вот сообщает им то, что на небе происходит. Увьяда навиим адаме. И представить, что нужно делать. Понять меня. Немножко почувствовать, кто я. Можно через пророков, которых я посылаю. Вся книга Танаха этому посвящена. И книга пророков, и книга Писаний. Там, где Тегелим, псалмы царя Давида. Там, где Мишлей, слова царя Шламона. Там, где книга Иов. Там, где пять Мигелот наших. Мигелот Истер. Мигелот Руд. Мигелот Эйха. Мигелот Когелет. Шир Гаширим. Который написал. И Когелет, и Шир Гаширим. Песнь в песне. Написал Шламо. Все это там. Через эти книги ты можешь понять меня. Им Гелат Авин от Шавхаю. Если ты думаешь, что Гелат это район примерно... Северная Ордания, Голландские высоты сегодня. Но раньше это был Израиль. Если думаешь, там твоя сила, пустое это. Багильгаль Шварим Зибеху. Там, значит, приносили приношение. Даже в мой адрес, как говорит Всевышний. Но я же этого не просил там делать. Гам Мизбехотам Кегалим Ал Талмей Садай. И поэтому приношение это все. Это просто как волны. Вы знаете, когда пшеница колосится, когда очень красивые поля пшеничные, то по ним волны бегут от ветра. Все это просто волны. Нет ничего, кроме меня. На этом заканчивается наша автора. В некоторых общинах продолжают еще две фразы. Воевраг Яаков Сдея Рам. Это Яаков бежал в сторону Рамы, но это просто была наша автора на прошлой неделе. Можно задаться еще вопросом в конце. В конце концов, какая связь между этой, нашей авторой и недельной главой. Очень несложная связь. Я уже говорил здесь. Мы говорили про Эдом, про Исава, про весь мир, кроме нашего народа. Это все бесконечное противостояние Израиля и внешнего мира. Это в нашей главе Ваишла, когда встреча была Якова и Исава. И тогда Яков сказал Исаву, ты иди своим путем, мы идем своей дорогой, наша дорога в Эрдзисраэль, Иерушалай, Тора, наши традиции, вот наша жизнь. И на этом намекает, и даже прямо говорит, наша автора. Я надеюсь, что мы получили, извлекли какую-то пользу, и было интересно. Спасибо за внимание. Всего хорошего, хорошего здоровья. Здоровья всем и хороших успехов в духовной работе. Спасибо.